курицы доброго дочки доброе утро чё как дела у вас а чё за четвертый человек у нас в чате небось взять у меня появился всем доброе утро я не знаю кто это я вообще последнее время ничего не знаю потому что вот это нормально то что ничего не знаешь мы с мамой в принципе то многого от тебя-то не ожидали кормили тебя только морковкой капустой смотри там голову тени напекло капец вы все рано встаете доброе утро папа четвертый человек это ты ты просто два раза тебя у нас просто много папа систер я застраховалась от травм теперь за каждую травму зафиксированную врачом мне будут платить деньги мы богаты у меня если что ничего не изменилось маш как думаешь я могу взять страховку на обгорание если еще не поздно а тут беда у меня небольшая так машинка отлично отлично застраховала значит да значит смотри там надо поехать контошеньке помочь двигатель подвесить завтра завтра надо поехать в карьер там песка накопать застрахуй братуху застрахуй что там еще ага как дела мару обгорание это тоже травма солнечная травма поэтому да застрахуй братуху застрахуй папа а ты понимаешь что мои услуги теперь выросли в сыне сразу во много-много раз не расплатишься а мне-то чё с тобой расплачиваться пусть страховая расплачивается кстати откуда 19 подписчиков взялось чё за женихи налетели в этом и заключался мой план это наши подписчики которые подписались и наблюдают за нами будут комментировать иногда а я посмотрите какой у меня красивый бар рядом красота и я папа еще каталась на этих штуках хочу сюда фото и видео отправлю найди пожалуйста себе мару нормального аквамена да и на рожайном с мамой пожалуйста ротанов и кстати а где это тебя в какое-то болото тебя занесло и чё за доска чё за доска на доске крутяк я тоже так хочу а меня научишь а где это мару если ты в сочи попроси кого-нибудь из местных чтобы тебе провели экскурсию знаешь куда там короче есть гора ахун и туда надо на машине ехать ночью ночью когда стемнеет значит едешь наверх 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 по серпантину потом она как бы развилка такая будет налево там туристический ахун куда туристы и ходят там поднимаются наверх и смотрят там а если повернуть направо там будет заброшенный ресторан на горе ахун почитай про него в интернете там очень много всяких мистических всяких подробностей и говорят что там всякие привиденьки водятся вот туда надо ночью ехать ты еще так по серпантину едешь там через облака через туман все так страшненько и приезжаешь в этот ресторан и и он такой знаешь величественный он находится на высоте шестьсот шестьдесят шесть метров над уровнем моря короче поезжай пощекотать нервишки оно того стоит мару дочь а только не вздумай пожалуйста заходить в этот ресторан потому что на этой горе ахун внутри этого ресторана будет тебя ждать аху и краткая будет на конце так что не вздумай посмотрела и уехала не вздумай заходить в ресторан пап ты про ресторан который на горе верхняя армянской находится вот этот ресторан куда я пришла покушать короче мы приехали в какой-то незнакомый шиномонтаж дальний потому что коля сказал что в ближнем делают только передние колеса а нам нужно заднее колесо да папа ты что-нибудь понимаешь мару я такой же когда маша мне машинах задает вопрос мару я такой же когда машинах задает вопрос вообще-то я для автосервиса это покупал специально для антошеньки что жрать дома нечего что ли а гайки жрет с болтами и ключи пап ну я откуда знала вы прости пожалуйста слушай там в прихожей банка стоит пятилитровая и в ней что-то коричневое на нутеллу похоже и пахнет вкусно можно я это тоже съем не вздумай ты с ума сошла это я литол купил для автосервиса подшипники смазал сейчас обожрешься и обозрешься потом ты господи послал бог дочек а не знаю папа чо у тебя там за литол надо почаще к тебе в автосервис заходить вкусненько мать мать вызывай скорую это дура литола обожралась какая младшая какая а что происходит проясните пожалуйста для тех кто сгорел нафиг лежит температуре вообще ничего не втыкает почему папа кричит а сестра кушает какие-то автозапчасти мару ты что телек близко смотрела до интересный канал море называется весь день море показывали ужин блогера чек остренький доширак прям как я люблю а я вчера съела все гаечные ключи болты гайки и что там ли то больше ничего не осталось там на балконе стоят две канистры вот если стоять лицом к ним с левой стороны антифрист с правой стороны это у нас незамерзающая жидкость выбирай любую можешь пить папа а вот если под асфальтовый каток бросить мешок картошки получится мешок чипсов значит давай так на выходные ты приезжаешь на дачу сама выкапываешь картошку да тут братья армяне недалеко асфальт где укладываю до берешь мешочек картошки на себя и попробуешь увидишь как это чу это будут ли чипсы или не буду чипсов там как раз есть пол гектара картошечки собрать давай давай с армянами я договорюсь ой кажется семейный бизнес наклевывается вашу ли если будешь продавать эту картошку ты это звякни там тырым пырым связь найти продать купить это все можем знайте что дети мои вот если бы папа ваш был бы зомби я бы с вами с голоду умер папа я нашла себе идеальную машину вообще прям то что надо только у нее похоже дыра в баке вот бензобак видимо дырявый потому что что то у нее очень много бензина расходуется ты это можешь мне денежку на бензин скинуть папулечка раз вот такое дело я тоже себе нашла машину новую вот сколько ты денег планируешь на бензин скинуть маша столько мне скинь я себе целую эту ману смогу купить ну привет курицы мои любимые привет привет доченьки мои любимые чё там машу не говоришь бак деньги на бензин тебе надо скинуть да сейчас попробую это у меня ой тут была канистра с бензином вот она и сейчас вот она канистрочка с бензином здесь на канистра бензин деньги сбрасываю тебе деньги на бензин как и просила мару тебе деньги куда сбросить на телефон папа а ты сегодня когда вечером домой поедешь купи мне пожалуйста шоколадку а то я все съела ты уже взрослая для сладостей серьезно так это значит я могу пить курить и водить домой мужиков тебе какую горькую ли молочную молочную папа я тут парковалась вот я припарковалась а рядом стоит форт мустанг ты знаешь мне кажется это знак давай купим такой ты вчера парковалась возле старого облезлого шевроле ланоса поэтому перепаркуйся туда пожалуйста и больше не паркуйся возле дорогих машин знак доченька машуничка привет скажи мне пожалуйста ты вчера уехала в подмосковье к девочкам погулять до от тебя ни слуху ни духу сегодня уже вечер а тебя нет не звонишь не пишешь где ты дорогая мы его с мамой волнуемся за тебя ой папуль ты знаешь девочками загуляли вчера в подмосковье я честно говоря даже не совсем понимаю где я нахожусь тут вот рынок какой то простите а где мы находимся где мы находимся в а где мы находимся не подскажете где находимся папа я походу не в подмосковье папа я выяснила где я я я в испании папа 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 забери меня отсюда пап не ну я так и знал я так и знал честное слово блин ну ну вся в отца а вся в отца папа тоже должен был один раз поехать на рыбалку в подмосковье а оказался в карелии нормально мать ты слышала мать где она в испании папа почему тебя лицо покоцанное ты сейчас за мое лицо переживаешь а ты думай как ты сейчас посидела нас с девочками видели нормально вы посидели лицо у папы покоцана мамы спросишь когда приедешь папуля не переживай я обустроилась у меня все хорошо винишко ночной бассейн все прекрасно не надо мне ниоткуда забирать я никуда не поеду ты с ума сошла быстро домой какой бассейн какое вино ты чё дочь мать узнает заругает нас с тобой алкашка ты моя папа а давай лучше ты сюда приедешь а ай ты дочка моя а чё надо сделать скажи папе пока мама спит я щас замучу жди меня я тебе приеду короче пап секрет в том что есть такой ген шенген вот получаешь его и ты в испании генн шен или шеннен ген у нас сосед по моему шагина надо у него узнать завтра узнаю жди письки или душа и по это душа ну ты какая девушка душа конечно без вариантов голосую за душу мужчина с сиськами как-то а ваш папа голосует за сиськи за душу и за дружбу и за мир маш тебе что не нравится мужчины сиськами мару ну я просто комплексую когда у мужчин сиськи больше чем меня ваш папа тоже кстати комплексует когда у женщины ноги волосатее нежели чем у мужчины так что брейте пожалуйста ноги и усы не забудьте побрить ой пап кстати а переведи пожалуйста денежку на шугаринг на какой шугаринг какой шугаринг мужика себе найди нормального и занимайся с ним этим шугарингом папа ну я пыталась испанца себе найти честное слово пыталась в бассейне пыталась закадрить но на них не работают наши российские подкаты я вообще не знаю что делать вон они там бегают бегают а как их привлечь я не понимаю доча мы тут посоветовались с твоей сестрой да поэтому сделай как это сделала твоя мама со мной на живца у нее получилось меня что-то подсыпала она по ходу мне в еду до сих пор наверное до сих пор да отхожу тик у меня нервный вот кого из них а если в бассейн что-нибудь подсыпать это сработает не ну это же надо было поехать в испанию чтобы найти себе жениха и в конце концов понять что там тебя даже утопить нормально не могут я календарь переверну и снова 3 сентября на фото я твое взгляну и снова 3 сентября ну почему ну почему расстаться снова нам пришлось бить ведь было все у нас всерьез 2 сентября как уже 3 сентября срочно беги переворачивай календарь ты что не перевернула нет я мангал переворачиваю ой мару все проспала промангалила уже вовсю горят костры рябин а ты все мангалы переворачиваешь папа одолжи пожалуйста 1000 рублей до завтра ну хорошо доченька давай до завтра завтра уедемся папуль слушай мне там антоша сказал что этот самый антифриз нужно менять вот я сейчас заказываю антифриз и не замерзайка это же одно и то же просто не замерзайка сильно дешевле можно лучше ее закажу не ну конечно же это практически одно и то же она же течет она же жидкая поэтому разницы нет бери что подешевле да так же с маслом в двигатель него можно даже томатный сок заливать да антоша сказал можешь заливать так чё ты раньше ты не говорил чем мы деньги в пустую тратим папью моё масло сейчас он как подорожало а ты говоришь сок все пошла за суком стой курица куда ты побежала бы господи побежала папуль привет у меня фен сломался из него сначала дым пошел на это как-то можно было сушить а теперь вообще даже дым не идет купи дайсон дайсон какой дайсон ты чё офигела бери он утюг и утюгом суши дайсон ну в принципе ладно стой курица ты чё делаешь а чё ты делаешь ты сейчас этим утюгом последний извилины сей разгладишь блин ты чё пап у меня же нет извилин у меня волосы прямые от природы господи господи ну когда и где мы тебя уронили а где мы тебя уронили папа закинь денежку на карту пожалуйста зарплату нам задерживают сколько сколько хочешь вообще не хочу макс вот объясни мне пожалуйста вот-вот их всех так с детского сада наверное учат да вот так вот губы складывать а папа почему ты только маши деньги закидываешь я тоже так умею делать когда вы уже выйдете замуж а когда вы уже выйдете замуж и будете мужьям своим вот эти вот губы показывать когда ой папа я вернулась работы приготовила ужин собрала стеллаж языке и прикрутил экран ну нафига мне выходить замуж так короче курицы значит в очень долгие переговоры у меня были с этим молодым человеком чтобы вы там сами себе ничего не крутили после работы есть тот кто вам все прикрутит закрутит еще и вставить стоять макс забирайте забирайте пока свеженькие тюрбанки да пока согласен с курицы забирайте в общем думайте кто кто из вас такой симпатичный а он умеет готовить убираться и стирать и на чём языке разговаривать я умею все готовить разговариваю на трёх языках могу построить чего угодно не не я аж поперкнулся такой взять нужен все все я забираю короче его с собой так хочу давайте его просто к нам домой заберем и он будет нам всем готовить там убирать стирать здорово же я предлагаю масштабы поделиться почетным дням ко мне пойдет по нечетным к тебе что-то я наверное с максом вчера лисканул да по поводу того чтобы его одного на вас двоих я думаю такими темпами если почетными по нечетным вы нахер макса просто сотрете детки поэтому надо еще кого-то искать дочери моей а скажите мне пожалуйста вам нравится омар хаян а пап ты что такое говоришь у меня вообще-то на креветки аллергия папуль омары лобстеры как-то не очень а вот креветки и лангустины лангусты и вот этот оптик а чё ты на ужин нам что-то выбираешь василий они у тебя чуть книги не читают но лично мне после сказки доктора и болит страшно книги читать потому что это такой хардкор я вообще не знаю что должно с психикой случиться после этой книги там зайчику ножки отрезал трамвайчик потом пришел какой-то мужик взял где-то заячьи ножки и приделал ему новые вот он их где взял это вообще какая-то криминальная хроника я вот меню читала так что и выбрала папочка привет а у тебя есть косарь до субботы да папуль привет а два косаря до субботы боже спасибо доченьки есть не волнуйтесь вы так за папу боже как приятно таких дочек вырастет папуля слушай я тут хочу в блондинку покраситься что ты думаешь доча доча вот скажи мне пожалуйста вот зачем еще усугублять а папуля можно я твою машину возьму на денек доченька а скажи мне пожалуйста а для чего тебе нужны ноги ну как это для чего их же две вот одна для тормоза 2 для газа да василич как говорится не урыла а закопала папа а вы где где мы с мамой в ресторане отмечаем твое день рождения а как же я это же мой день рождения в смысле как же ты ты же сама просила устройте мне день рождения в стиле золушки так было ну вот и сиди дома приберись там я не на посуду помой чё там кстати там мама смешала рис и гречку так что ты садись перебираю и как все там уберешься везде мы придем и проверим давай 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 можешь кстати чтоб быстрее там перебрать это все там рис и гречку мышей попросили не знаю кота попроси голубей там окно открой чё там еще кого быстрее будет давай давай а он кстати твоя крестная фея уже прилетела да мы думали она в 12 придет пьяненькая она он уже пришла так что давай перемывай там все вообще-то ямаше подарила посудомоечную машину вот так ну так а чё тогда тебе подфартила доченька вишь какая у тебя крестная фея классная тогда тогда девочки тараканов попросите пусть они помогут вам там гречку с рисом перебрать да не скучайте мару доченька скажи мне пожалуйста кто тебя домой привез как обычно на такси а почему это вы целовались у подъезда ну так папа это комфорт плюс ты чё охренела какой комфорт плюс по пульта давай я тебе тоже закажу а то вот иван замерз уже голос хрипит у тебя ничего ничего приедешь ты домой я тебе устрою и селект и комфорт и бизнес я тебе все устрою ща 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 давай давай игорь василич здравствуйте я парень вашей дочки простите меня конечно но вы выросли такую змею мой юный друг я вырастил не просто змею я вырастил королевскую кобру поэтому если из тебя херовый серпентолог то до свидания до свидания папуля ну не кричи ты так не ругай господи это мой новый парень ты знаешь вот меня волнует то что он гораздо моложе меня не переживай с твоим характером королевской кобры он быстро постареет да да мару доча а где ты есть где ты пропала не звонишь не пишешь мы с мамой переживаем между прочим где то есть не спрашивай я так заболела глаз болит температуру почки болят печень болит бухать меньше надо бухать меньше надо наоборот папа я восемь дней работала и вообще ни капли не выпила ну в таком случае таком случае надо было набухаться после всего этого у тебя всегда все просто пап либо бухать либо не бухать машонечка доченька скажи мне пожалуйста а ты у меня когда замуж выйдешь папулечка но нет достойных кандидатов но за кого мне замуж выходить а а у тебя кстати между прочим авто сервисом какие эти бравые пацаны ты прикажи кому-нибудь из них пусть меня в жены возьмет что значит прикажи ты чё издеваешься я их тут 15 лет блин собирал этих пацанов блин под себя их тут готовил да если ты 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 за месяц его угробишь рукожопа из него через месяц делал не менее не менее я тебе своих пацанов не отдам мару дочь а скажи пожалуйста а где твой парень серёга я чё-то к нему дозвониться не могу звоню звоню чё телефон не алё пап так мы расстались с ним уже месяц назад смысле вы расстались вот ты молодец а честное слово блин ты не могла хотя бы полгода еще подождать а чего не поняла это зачем ну что значит зачем папа собрался баню строить баню я собрался строить а серёга твой строитель хороший понимаешь строитель блин ну тут с кем сейчас баню устроить папуль привет чем не делать у меня колесо спустила что делать а чё ты мне звонишь я не понял у тебя муж есть ему и звони так я ему звонила он не отвечает но запасного чего нет у тебя так я запасному тоже звонил он тоже не отвечает чего мать ты слышал что муж у неё запасной есть ну да ты же сам учил что всегда должна быть запаска папуль слушай а вот есть же иваново город невест а где тогда город женихов по-любому же должен быть да да конечно есть город женихов называется магадан магадан у это где-то рядом с ереваном да с ереваном хочет тебе билеты туда куплю поедешь я хочу только мне нужно заявление на отпуск написать подожди сейчас я схожу напишу да 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 напиши я лет так на 7-15 там женихи тебя ждут в магадане да папочка вообще-то скоро новый год я подумала что очень хочу собаку ой да папу я тоже хочу чтобы у нас смору на новый год была собака знаешь какая золотистый ретривер нет будете есть салат оливье как все до салат оливье никакой собаки доченька мару а что у тебя с лицом скажи мне пожалуйста а у нас чё краска дома закончилась что что у тебя с лицом или ты снимаешься в каком-то ролике это мертвая невеста а мультфильм помнишь такой мертвая невеста что с лицом дочь папулечка если ты нам смору к новому году не закинешь денежку на новую косметику то у тебя по дому будут ходить две мертвых невесты я ничего не слышу что-то вообще звук плохой какой-то по ходу телега что-то барахлит нет попробуйте перегрузить свои телефоны перезагрузить телефоны девочки вообще ничего не понятно я я просто вижу тебя слышать не слышу маш блин зеркально ща придумаю чё-нибудь викторович подай мне пожалуйста свои очки а то я что-то не вижу ничего не не поняли ничего не вижу ничего не вижу виктор спасибо от того что ты не видишь и ничего не слышишь папа проблема не решится если ты не будешь нам давать денег на косметику понимаешь да что тебя ждет каждый день в кружочках так значит друзья конкурс разыгрываются две невесты да две невесты так что резюме присылайте сюда ребятки да присылайте свои резюме бабулечка привет я так простыла так плохо себя чувствую посоветуй мне что-нибудь так тихо тихо доча доча послушай папу при простуде хорошо помогает водка с перцем спасибо поняла ну что ты там доченька все сделала как я сказал ты все сделала как я сказал водка с перцем и также все быстро папа звонила перцу сказал едет с водкой вот лежу жду я вообще-то имел ввиду перец иного рода но это тоже неплохо доча тоже неплохо мару доча ты чё трубку не берешь опять шарелась где-то всю ночь а не развалишься к тебе ладно слушай сюда у тебя сегодня день рождения поздравляю тебя с днем рождения доченька расти пухлой хорошего тебе жениха да и неважно неважно какого самое главное дочь а знаешь чтобы человек был хороший даже муж у тебя был хороший человек и неважно какая у него будет нефтяная компания и неважно какую какого цвета у него будет лексус с днем рождения курица ты моя мару мару ару я тебя тоже поздравляю с днем рождения желаю тебе я желаю тебе вот чтобы у тебя получалось все так как ты хочешь не так как кто-то там тебе чего-то навязывает вот как ты хочешь вот чтобы так выстраивалась твоя жизнь чтобы ты жила кайфовала и все у тебя было прекрасно больше радости больше счастливых моментов и хороших людей рядом дочь а мару привет ты же сейчас на шри-ланке да да популя вот иду на вечеринку доченька я слышал у вас там землетрясение да пап но она слабая не волнуйся все нормально значит смотри засунь в карманы сосиски сосиски да чтобы поисковые собаки тебя быстрее нашли поняла тебя пап он меня не понимает пап как сказать что мне нужны сосиски на английском пап на шри-ланке поисковые собаки по сосискам не найдут там просто очень много бродячих собак а бродячие они никого не позовут в общем сосисками так себе идея лучше засунуть бананы тогда мару найдут обезьяны а за обезьянами там все очень строго следят и с обезьянами как-то общение лучше складывается чем собаками какие обезьяны хватит вы уже этих обезьян приводили домой знакомили с папой и с мамой говорили что это ваши женихи хватит обезьян не надо никаких обезьян так девки а ну признавайтесь кто брал дома камасутру я брала популь недавно популь я тоже брала недавно так все понятно что нибудь дорисовывали там но я там дорисовала чутулю да но я тоже рисовала пару страниц там ну все понятно молодцы вечером домой придете мамку свою распутаете амару домой не придет она на шри-ланке мне что теперь одной распутывать я на шри-ланке но если у машки ничего одной не получится значит будем ждать мару амару прилетит только через два месяца мару доченька только что по новостям показали что на шри-ланке какая-то дура по встречке и едет на этом на мотороллере будь аккуратно пожалуйста доченька да доченька там одна дура одна дура мчится так самое главное не встретиться с ней лоб в лоб хорошо один папа тут их тысячи я даже не знаю как ехать так это ты курица съезжай с дороги курица съезжай а я думаю что происходит папой привет слушает посмотри пожалуйста вот у нас колбаса в холодильнике вот она не воняет как ты думаешь не испорчена нормально пахнет ты сейчас на полном серьезе или у тебя юмор такой я понять не могу пап какой юмор я есть хочу а ничего что мы с тобой по видеосвязи общаемся а ты в квартире а я на даче ничего а курица господи ну как так можно объясни мне пожалуйста как так можно а тогда скинь мне просто денежку я пиццу закажу не 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 мы поступим по-другому собирай вещи я тебя сейчас скину я тебя сейчас какому-нибудь детскому дому скину собирай вещь я сейчас приеду слушай пап я тут собираюсь на пляж подскажи пожалуйста что мне надеть чтобы все смотрели только на меня ну что надеть надень шубу и заправь ее в трусы мару чтобы все смотрели только на тебя вообще ничего надевать не надо ну да у мару хотя бы есть на что посмотреть в отличие от тебя а я у тебя просила денег на сиськи ты сказал что я охренела и не дал папа я вызвала мужа на час как ты мне посоветовал это просто какой-то кошмар не понял чё ты кипишуешь чё там случилось у тебя он пришел 20 минут со мной побыл по работал с этой розеткой и через 20 минут ровно папа попросил развод и ушел господи от тебя сбегают даже мужики по вызову представляешь мой бывший сегодня предложил мне с ним встретиться так 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 ну и чё ты пойдешь ну лопата у меня есть если ты мне свое ружье дашь то пойду но ружье я тебе не дам у тебя лицензии нет я дам тебе гаечный ключ папулечка а сделай пожалуйста красивый жест одолжи денег а доча денег не дам но если ты настаиваешь жест показать могу доченька любимая скажи мне пожалуйста почему ты не снизила свои расходы но я же тебя просил у меня сегодня с карты списала 15000 рублей почему так происходит а папуль ну как могла снизила я больше не покупаю воду в бутылках в магазинах экономлю я ее теперь забираю из такси бизнес-класса ты вообще нормально надо было уже и водителя забрать с собой домой да пусть работает у тебя пылесосом там бизнес-классы посуду у тебя будет убирать стирает тебе папуль слушай тут такое дело у меня почему-то машина не нравится вообще на ключ не реагирует что делать папа что мне делать с машиной него открыть не могу открыть мне на работу ехать она не открывает сделай что-нибудь короче пап все я вызвала взломщиков сейчас они приедут откроют все нормально маша ты чё с ума сошла я все утром написал я забираю машину в автосервис чтобы масло в ней поменять какую машину ты там ковырять собралась а от меня и давайте взломщиков курица блин я не увидела что ты мне писал они просто так похожи вообще все одинаковые черные конечно похожи чё там четыре колеса как у всех до один руль конечно похожи мару ну сколько можно ты уже два месяца на своей шри-ланке отдыхаешь когда ты уже вернешься ну честное слово но не стыда не совести да я с машей ой машин я короче решила остаться здесь еще на две-три недели тут слишком хорошо мой папа зачем мне такие тяжести пап я тоже хочу на шри-ланку но прежде чем улететь на шри-ланку жри манку машине а ты где есть долго тебя еще ждать привет жопа с пробками опоздаю ты чё совсем офигела там а сама ты жопа с пробками можете приезжать вообще да папуль я говорю жопа с пробками в пробке я стою в жопе большой опоздаю все больше не оправдываться все-все-все слышала мать родная дочь назвала отца жопой 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 даже папуль представляешь мой новый парень оказался абьюзером да ладно дочка серьезно но ты молодец ну наконец-то нашла себе нормального мужика пап абьюзер это человек который издевается оскорбляет и унижает чё серьезно блин а я думал это эти как айтишник ну абьюзер айтишник чё ни одной тоже раз так это чё тогда получается дочка мама у нас тоже абьюзер она что же издевается надо мной и оскорбляет меня разве это не означает быть мамой это работа мамы и другое ты просто не понимаешь папа я наконец-то нашла себе нормального парня ну отлично доченька ну и чё много зарабатывает больше чем я пропиваю ну отлично доченька и мне тоже может быть перепадет молодец молодец отлично мару дочка привет ну что ты сдала на права я не знаю пока ну хорошо а кто знает инструктор знает но он в больнице не сказал ответ пока что смысле в больнице ты чё с ним сделал он там а я вообще ничего не делала я вообще не виновата это дерево само как оказалось перед нами и подъехал в нас как думаешь я получу зачет мару неужели я тебя вижу как у тебя там вообще дела ты когда уже с нами будешь приедешь я тебя в угол поставлю поняла а маша будет тебе под колени гречку сыпать отдыхает она папа ты цены на гречку видел нашел вообще применение наполнитель от кошачьего туалета насыплю вот-вот машенька все правильно хорошо у нас имеется хотя бы один экономист машу не привет скажи пожалуйста ты опять без спроса взяла мои деньги ну папу у меня было оправдание серьезно и какое же у тебя оправдание если бы я спросила ты бы мне не разрешил дочери мои поздравляю вас с международным женским днем с 8 марта будьте счастливы и знайте что ваш папа для вас 24 на 7 папочка спасибо тебе большое за поздравлением большое спасибо единственное я не понимаю чего ты такой грустный папулечка спасибо тебе большое у меня 8 марта в мужской компании компании автомобилей все как мы любим так пап ты чё грустный ты не выпил что ли еще иди быстро это самое догоняйся не могу я дочери моей накатить у меня ручник какой у тебя ручки ты папуля если ты все равно на ручнике ты можешь меня сегодня пьяную из автосервиса забрать а вот пожалуйста вся в отца папочка а я вожу машину лучше тебя да ладно все это ты взяла что ты водишь машину лучше меня ты папуля на ручнике даже тронуться не можешь а я вон все утро проездила молодец что я могу тебе сказать минус колодки минус тормозные диски готов папа денег называется спасибо доченька спать ибо ну чё дочери мои папа пришел в салон красоты должен же кто-то быть в доме красивым ну чё курицы как папа вам а самурай все теперь вместо вас я буду ходить салоны красоты хер вам они деньги на красоту понятно ну папуля раз ты решил быть красивым вместо нас тогда мы вместо тебя будем бухать твою текилу что тут еще у нас это что коньяк это что бехеровка тут еще куча всего так что пап выбирай номер карты и стоимость услуг салона красоты ты знаешь так стоять это запрещенный прием все я передумал не буду я ходить больше ни в какие салоны красоты папуля можешь за меня порадоваться я вот здесь познакомилась с очень классным парнем думаю что у нас все будет хорошо пока не показываю вам стесняется немного привет доча я очень рад за тебя только давай как не в прошлый раз до помнишь мать как прошлый раз до сначала ты там познакомилась и нас познакомила а потом он по его сил тебя по его сил поматросил и бросил чё перестань чё перестань не не баб это все в прошлом теперь я больше боюсь за то что меня запомнят и найдут допустим же тебя в конце концов найдут и запомнят ночью не так это все прекрасно ты мне лучше скажи когда там твоя сестра маша замуж выйдет а маша маша скажи нам когда ты выйдешь замуж конце концов нет пап ну ты как всегда я только нормально жить начала ты опять все хочешь испортить правильно маша говорит я вам вообще не понимаю моя жизнь уже закончилась или только должна начаться о рыбка тебе и твоей сестре уже под сраку лет что ты ойкаешь что ты ойкаешь старые курицы кто их потом возьмет там сердце болит а у меня у меня все болит взять я хочу внуков хочу жить она только начала мы с мамой скоро закончим эту жизнь она видели только начала папа да мы просто не хотим наступать на одни и те же грабли понимаешь ты же знаешь мы с машей грабли и в сарай найдем да маш домой все домой я вам устрою сейчас воспитательный процесс я вам чтобы на грабли не наступали я вам показки показки выдам каждой да давайте мать готов там пельмени чё ты там им чё они там любят домой да мать уже сказал вручит вам эти грабли и будете в огороде в огороде ими там чё там чё там проветривать там мозгов нет чё там проветривать ой не не я ни на какой огород не поеду я на мальдивы огорода вы что папа маша всем приветики во первых мы совершенно случайно ехали на один водопад оказались совершенно другом мы шли по джунглям здесь нет ни одного человека только мы ни одного туриста кроме нас доченька мы очень рады за тебя какая ты у нас молодец но если там нет людей найди себе обезьяну себе и твоей сестре и выйди замуж что 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 орангутанга а зачем было так далеко ехать у нас в москве тоже полно обезьян ты папа на своих работников автосервисе тоже иногда обезьянами называешь что ты нам не найдешь там парочку орангутангов а не трогать моих орангутангов я из них людей пытаюсь сделать а ты не жди не жди ты на дерево залезь да вот так вот одной рукой повиси и они сразу прибегут к тебе все даже них и орангутанги я забила в ютюбе брачные игры орангутангов сейчас будет контент 18 плюс господи дальше вам дальше вам нельзя смотреть мару уходи оттуда папуль представляешь выхожу сейчас к машине к своей по всему кузову на грязи нецензурные слова написаны вот так пальцем безобразие какое ну все правильно доченька это я тебе нацарапал все что помню в смысле зачем ты мне всю машину исписал а потому что потому что хоть иногда надо мыть своего коня машину то есть заять на мойку помой а ну переведи тогда 700 рублей пожалуйста а ничего не слышу я тебе переведу папочка я решила что красота требует жертв поэтому извини но жертвы стала твоя банковская карта алло это банк да я хочу заблокировать карту и побыстрее смысле а мне чем платить они мне столько всего уже сделали а это твои проблемы твои проблемы не знаю там наймись к ним уборщицей что там полотенце постирать давай 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 будешь знать как у папы карты без спроса брать наташ возьмешь меня уборщицей ну что дочи поздравляю вот и нашла работу красота требует жертв папуля ну я считаю что за это можно заплатить по всего каких-то двадцать пять тысяч рублей ну ерунда же ну посмотри зато какая красотка замуж выйду моментально гарантирую папа ты там в обморок упал да упал и только очнулся двадцать пять тысяч рублей вау машуля как тебе подходит вообще такая красотка слушай а папа раз уж ты уже упал может быть и мне двадцать пять тысяч ну очень классная прическа не ну вы посмотрите на нее и это туда же двадцать пять тысяч в трубу в трубу все равно никто вас замуж не берет курицы 50 тысяч папулечка 50 тысяч трубу все ты мне не дочь папулечка тут такое дело смотри чё я тут приехала к ребятам в детейлинг ко мне прибилась девочка вот такая котенок ее зовут хиробора возьмем дочь и это конечно прекрасно но может ты себе найдешь не хиробору а просто хера какого-нибудь уже найдешь а в свои тридцать лет может хватит уже котят подбирать на улице найти себе нормального кота хиробора папу с мужиками на улице так не работает нельзя просто идти и вот к себе на коленочки прибился и забрать домой но не получается так а котята прибиваются с котятами проще и кормить легче сухого корма насыпал и все что значит не получается ты у мамы своей спроси как она меня на улице подобрала вот такого же грязного отмыла причесала да да пригрела да и я по весне и он котят наделал вас да а мама там на заднем плане говорит подобрала на свою голову мне на мою голову и так знаешь хватает хорошо папа сейчас попробую мужики да 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 вискос хотите очень а роз роз твой да ну вот видишь оказывается все очень просто да на мужика много не надо просто кусочек вискоса так машине привет ты где давай я выхожу на улицу жду тебя в машине пап это вам мужикам хорошо встал умылся и пошел и сразу красивая я вон пока не накрашусь не могу на себя смотреть очки нашу и он вот это вот все сейчас надо вычесывать господи а что за вид у тебя как будто ты всю ночь с бомжами бухала короче очки лучше не снимать да папцы я сегодня никуда не пойду иди без меня я уже понял я уже домой зашел это я сейчас соберу что-нибудь поесть ты скажи куда там похмелиться отнести друзьям твоим бомжам где они там находятся мне в комнату принеси папуля представляешь я залпом выпила девять бокалов вина девять ну а почему бы нет да отпуск я могу себе позволить маша летит колотить какой отпуск маша у тебя обеденный перерыв отпуск у нее перепутала пойду отпуск попрошу иди 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 сейчас тебе начальство отпускные выпишет давай давай вся в тебя вся в тебя девять бокалов вина отпуск у нее видите пообедала нормально папа вот что ты все время жалуешься что тебе тяжело зарабатывать деньги тяжело вот этим сервисом руководить я не знаю я приехала все работают смотри все работают все работа кипит вообще ничего делать не нужно у тебя не работа а сказка молодец ну что ж тогда передаю управление в твои руки дождешься дня зарплаты дня аренды свет и все прочее да проверок всяких давай давай руководи пока папа на рыбалке доченька маша помнишь ты спрашивала где тут запорожец который ты разбила то та первая моя любимая машина так вот он где да я подарил его ребятам и сейчас он у них на стене спасибо доченька хороший был автомобиль я так понимаю ты свою тойоту пока не видел да со вчерашнего вечера папа мару смотрите что купила а эта штука стреляет водой и в ней стоит аккумулятор на такие прицельные тонкие струйки такие пил пил идет прикольно да я хочу шампунь в нее налить и посмотреть что будет господи маша тебе 30 лет маша какой водяной пистолет найди себе уже в конце концов мужика чтобы он пил 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 струйками в тебя дело а ты мне зачем позволяешь заходить в интернет магазины когда мы бухаем ты что не видел как я это по пьяни заказывала я же всем сказал меня никто не остановил так что пил пил хорошо я тебя понял тогда значит лишена алкоголя на месяц и доступа в интернет на три месяца я тебя умоляю я маме пожалуюсь она мне все это вернет ну папа чё за фигня папа ты нам когда эту мойку покупал сказал что мы руководить будем а мы третий день уже моем чьи-то тачки мы не так договаривались но так все правильно руководите я вас поставил руководить этими губками шампунем ведрами с водой так машу не привет ну все мы вернулись таиланда все нормально ты там хотела машину на диагностику пригнать так что давай пригоняй антоша ее посмотрит давай давай мой папа пока вы там отдыхали в таиланде я нашла способ бесплатно делать диагностику машины смотри рассказываю выкладываешь короче объявление о продаже покупатели приезжают и делают диагностику за свой счет и рассказываю что в машине сломано мне уже все сделали по ну так молодец тогда чё договаривайся о продаже да пусть они тебе машину починят а потом отменяй сделку молодец я уже договорилась пап твоя школа блин мару чё делать у нас короче по заболел папа заболел смотри чем его лечить не знаешь я еще не знаю что делать ой как жалко папу даже не знаю слушай ну попробуй посмотреть вот нижней полочке там должна быть вроде как микстурка так поняла сейчас вот она а есть есть микстура папа папа микстура мару а как ему ее принимать ой всему вас учить надо маша каждый полчаса по 100 грамм ага хорошо спасибо мару чела доча лучше по 150 я так быстрее вылечусь у тебя случайно нет контактов хорошего логопеда вот логопед очень нужен а ты чё там в таиланде на солнце перегрелась заикаться начала зачем тебе не я перегрелась папа на солнце тут один мальчик 32-летний не может выговорить извини меня пожалуйста я был неправ вот не может он это если есть контакт с ним пожалуйста ну и зачем тебе этот 32-летний старпёр деньги на него еще тратить логопеда ему нанимать пошли его нахер найдите молодого тайца давай папочка то такое дело можно мы с мужиками с нашей автомойки на дачу поедем на выходные конечно доченьки не вопрос езжайте с мужиками на дачу все как положено а потом с ними же вместе поедете на программу жди меня и будете выяснять кто там чем занимался папуля все нет такой мы едем к тебе уже выехали так что мы через час будем у тебя на даче жди нас да примерно так а не надо ко мне ехать не надо мне без вас тут на даче хорошо да мы вообще-то не с пустыми руками к тебе едем ну хорошо 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 но только на один день блин на один день как так то папа когда мы текилу будем пить ну три бутылки зачем мы столько захватили с собой вообще от курицы а знаете на чё надавить да знаете ну ладно жду вас на все выходные так и быть текила ты мне сказал приехать в сервис чтобы починить машину я приехала стою здесь уже час она уже починилась уже можно ехать домой а ты чё думаешь она сама починится берешь гайковерт ключи болгарку чё там еще надо там свет устанавливаешь включаешь рубильник включаешь компрессор это так работает да и начинаешь сама чинить свою машину пап я думала это работает по-другому нет доченька когда папы нет на месте это работает только так давай переодевайся там есть рабочая форма антошенькина можешь в нее запрыгнуть и давай поменяй колодочки масло чё там вперед вперед хочешь кататься люби и саночки возить антоша раздевайся мне нужна твоя форма чего папа сказал чтобы я оделась в твою форму и чинила свою машину вот папа василич тебе это очень дорого обойдется сейчас василич i'll be back и я вас всех там сейчас раздену и заберу вашу форму работайте давайте пап я конечно чтобы из вашей столовой в здании вот такая для особо одаренных там вторая половина двери тоже открывается мару я больше не буду тебя учить ездить на машине я боюсь с тобой ездить ты понимаешь мне страшно с тобой ездить даже не проси я не буду тебя учить ой пап чего ты так преувеличиваешь я всего лишь один раз не пропустила человека на переходе на переходе на подземном переходе ты забыла сказать да на подземном переходе я просто перепутала ничего себе пап а почему меня с машиной в подземные переходы не пускают а как мару пропустили еще одна курица будешь задавать много вопросов останешься без перьев без перьев и без машины папулечка привет слушай я там машинку немножко покоцала там короче бампер фара и капот я и припарковала у тебя возле сервиса скажи пожалуйста кому-нибудь чтобы починили ладно а это наша бывшая с тобой дочь до свидания папу попали в страшную ситуацию нам нужен твой совет пап мы ехали короче смару на машине и нас остановили чё нам делать ну а чё вам делать маша у тебя же есть право покажи право да пап ты не понял нас два столба остановили вы чё там курицы совсем охерели а почему меня в гроб загнать хотите папулечка привет слушай я тут к стоматологу приехала переведи мне пожалуйста 30 тысяч на удаление зубов мудрости пожалуйста ты чё с ума сошла куда ты поехала тебе зачем эти зубы мудрости даны ты хочешь последнего интеллекта лишиться а маша разворачивайся езжай назад пап да ты не переживай я их с собой заберу и буду в кармане носить все нормально моя мудрость останется при мне все будет хорошо ну хорошо я тебе сейчас переведу 30 тысяч только носить ты их будешь не в кармане носить ты их будешь вместо сережек чтобы они хоть хоть чуть-чуть ближе к голове были за 30 тысяч можно знаешь какие сережки купить папа нет уж пап привет слушай у нас такой вопрос к тебе папа скажи пожалуйста у кого главная дорога у нас или у поезда что интересно а я не понял сейчас это чё за вопрос такой был смысле у кого главную дорогу да по просто мы сейчас едем вот у нас знак висел главная дорога а пояс нам не уступил мы еле успели оттормозиться не уступает а у нас то знак висел нам вот просто интересно как это вообще чё за беспредел господи когда вас уже замуж заберут а папуля ну все поздравь меня мне сняли швы все больше ничего не зашито пациент жив и все заживает все хорошо поздравляем поздравляем ой папа систер мама я бы он так соскучилась по всем блин почему я не айтишник почему не на удаленке работаю не устала работать я к вам хочу мы уже все съели но ты работай там работаем и за тебя тортик поедим отдохнем за тебя вот будет у меня выходной я как приеду и как съем там все за вас за всех вот так вот мару привет прикинь я тут с парнем со своим рассталась вообще капец полный блин маш так жалко что случилось то ты же говорил он такой заботливой милой обеспеченный что так то а все просто все очень просто наступила 1 сентября я зашла в его ленту в соцсетях а у него там фотографии с женой и ребенком я календарь переверну и снова третье сентября на фото я твое взгляну и снова третье сентября но почему но почему расстаться все же нам пришлось ведь было все у нас всерьез мару твоя очередь второго маша сентября второго папа мару вам всем большой привет я тут решила замуж выйти за турка как вам кубилай знакомьтесь папа берем 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 все люба говорит что берем 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 бедный пацан жалко мне его конечно пап нифига не бедный свой бизнес в турции по производству фурнитуры ну так забирай чо у нас как раз штепсель на это на двери туалета сломался в деревне как раз поменяем папа пап меня положили в багажник похитили и куда-то везут и говорят что хотят замуж выдать что мне делать как похитили смысле похитили ты запомнила номера машины хотя бы машина какая марка машины какая пап машина кажется этот мерседес майбах gls 600 и номера какие-то там типа три семерки и 77 регион так ага сейчас сейчас я запишу чтобы милицию позвонить так мерседес майбах подожди майбах ты знаешь доченька мы с мамой так рады за тебя доченька будь счастлива доченька ничего себе взять марушка слушай тут в пробке один симпатичный парень твой номер телефона спрашивает дать ему машуля даже не знаю но если хочешь дай конечно а только мой номер не давай ладно семья кто из вас трогал навигатор в моей машине и смотрел сколько ехать в чебоксары я вас поздравляю я ехала на работу а а приехала в чебоксары потому что навигатор меня так привел не трогайте пожалуйста курица вообще-то я смотрел сколько ехать на рыбалку мне в чебоксары а ты чё не додумалась там кнопки поменять а не додумалась жалко удочки с собой не взяла так бы проверила что там в чебоксарах клюет или нет пап но я откуда знаю он показывает 8 часов езды я думаю ну наверно пробки или как-то объезжаем пробки я же откуда знаю удочки не взяла у меня кстати тут денежка на бензин заканчивается дочь а привет слушай я у тебя вчера в квартире забыл бутылку коньяка представляешь да папулечка представляю представляю я ее уже нашла спасибо тебе большое папочка люблю тебя ну судя по твоему выражению лица ты ее не только нашла но и вынюхала да да папуль так получилось а ты можешь следующий раз еще чего-нибудь пожрать забыть конечно могу доченька могу леща тебе оставлю папулечка я к вам собираюсь скоро выезжаю скоро буду у вас на даче у вас там пожрать что-нибудь есть скажите мару бутерброды сыром будешь а вода как раз бутиков сыром хочется отлично ну ты тогда в магазин заедь хлеба сыром купим хорошо папулечка у меня тут как раз твоя карта банковская лежит в машине ты в тот раз оставил я и хлеба сыром куплю и корочки черненькой и что еще и винишка хорошего ага тогда могу и не ехать к вам маша ты вообще где капец я уже прилетел на шри-ланку искала искал тебя в аэропорту так и не нашла вот это делась мару кого-то искала-то в аэропорту у нас вылет в четверг 11 января вот пожалуйста в 205 я сегодня поеду ты на чем полетела то вообще маша ты нормальная если тебя вылет четверг 2 часа ночи значит ты в среду уже вечером должна быть в аэропорту мару ты чё меня разводишь то какой в среду написано в четверг 2 часа ночи все я сегодня поеду как ты вообще улетела как-то в самолет посадили встречай скоро буду ой господи ну я конечно знал что маша курица но не думал что настолько мару доченька ты у меня молодец закажи мне пожалуйста два билета до кишинева москва кишинев туда и обратно я поеду братьям молдаванам попью венца и поем мясо да маша как ты дожила вообще-то 30 лет хуже надо попали я помню я уже все купила только там не было билетов туда-обратно поэтому я заказала тебе два билета из кишинева да я думал у меня маша курица оказывается марушка тоже у меня из семейства утиных историй и как я по-твоему должен оттуда улететь когда я туда не прилететь а какая разница пап маршрут то один и тот же из кишинева в кишинев вот на такси когда на работу едешь и с работы цена примерно одинаковая просто приезжаешь показываешь и говоришь вот ну тот же самый маршрут только туда отвезите и все i don't know i don't speak russian ой да мне фереште да не фереште нет надо однозначно сдать еще раз тест на днк